Закрываем двери Спасибо всем, кто пришёл Начинаем наш вечер Закрываем двери 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 которые зашли на нашей почве и о которых он оставил своё небольшое, точное, стихотворное свидетельство. Светлая, благодарная память об Александре Петровиче Мезуре да пребудет с нами, пока мы живы. И не встать под огнём у шестого кола. Ну, у шестого кола или у третьего, наверное, скорее, тут невольное преувеличение. Речь-то идёт о проволочных заграждениях оперативника, которые в глубину измеряются количеством кольев, на которые натянута проволока. Строка эта написана вроде бы о гражданской войне, а на самом деле она написана по опыту разведки боем под деревней Коколева, 1941 год. Но я всё рассказал о кольях, о проволочных заграждениях, о разведке боем я ничего рассказывать не буду. Кто знает, знает, а кто не знает, лучше об этом ничего и не знать. Просыпаюсь и курю, засыпаю и в тревожном сне, о подлинном и ложном с командиром говорю. Подлинное это ДОТ, с берёзами вон тот, ДОТ, как ДОТ, одна из точек, в нём заляжет на всю ночь, Одиночка-пулемётчик, чтобы нам ползти помочь. Подлинное непреложно, ДОТ огнём прикроет нас, Ну а ложное — приказ, потому что всё в нём ложно, Потому что невозможно по нейтральной проползти. Впрочем, есть ли бы сапёры, но приказ, приказ и споры не положено вести. Жизнью шутит он моею, и у жизни на краю Обсуждать приказ не смею, просыпаюсь и курю. Пусть сочтут эти строки изменой, и к моей приплюсуют вине, Стихотворцы обоймы военной не писали стихов о войне. Всех в обойму военную втисни, а среди под гребёнку одну Мы писали о жизни, о жизни неделимой на мир и войну. И восторга в особых не стоим, были мины в ничьей полосе, И разведки, которые боем, из которых вернулись не все в мирной жизни. Такое же было, тот же холод ничейной земли. По своим артиллерия била, из разведки сапёры ползли. Мы под Колпиным скопом стоим, артиллерия бьёт по своим. Это снова разведка, наверное, ориентиру казала неверно. Недолёт, перелёт, недолёт, по своим артиллерия бьёт. Мы недаром присягу давали, за собою мосты подрывали, Из окопов никто не уйдёт. Недолёт, перелёт, недолёт. Мы под Колпиным скопом лежим и дрожим, прокопчённые дымом. Надо всё-таки бить по чужим, а она по своим породимым. Нас комбаты утешить хотят, нас великая Родина любит. По своим артиллерия лупит, лес не рубит, а щепки летят. Попытайтесь представить себе зиму 41-го года. Не военную ещё зиму, а февральскую, январскую. Я учусь в школе, пишу стихотворение «Тишайший снегопад». Вроде бы военного в этом стихотворении ничего и нет. А сейчас, мне кажется, что какое-то предощущение войны всё-таки в этом стихотворении было. Например, слово «штандарты». Откуда оно попало, откуда залетело, и как-то стало оно там очень твёрдо, и потом через много-много лет откликнулось в стихотворении коммунистов. Вперёд совсем в другом контексте. Тишайший снегопад, дверьми обидно хлопать, Посередине дня в столице, как в селе. Тишайший снегопад, закутавшийся в хлопья, В обувке пуховой проходит по земле. Он формами дворов на кубы перерезан, Он конусами встал на площадных кругах. Он тучами рождён, он пригвождён железом, И всё-таки он кот в пуховых сапогах. Штандарты на древках, как паруса приштили, Тишайший снегопад посередине дня. И я, противник, от, пишу в высоком штиле, И тает первый снег на сердце у меня. А вот совсем уже близко-близко к войне, Видимо, на границе войны. Это тоже, конечно, сороковые годы, То, о чем у Самойлова сказано, сороковые роковые. Стихотворение называется «Предвоенная баллада». Летних сумерек из тома у рояля на крыле, На квартире замнаркома вечеринка в полумгле, Руки слабы, плечи узки, времени бесшумный гон, И девятиклассниц блузки, пахнущие утюгом. Предвоенная эпоха, шаг от мира до войны, На отлично и на плохо, все экзамены сданы, Замнаркома нету дома, нету дома, как всегда. Слишком поздно для субботы, Не вернулся он с работы, не вернется никогда. Приближается война. Слово «великий» столь затрепано, столь стерто, Столь неправедно употреблено каким-то людям, Что действительно его называть не хочется, Но я считаю действительно Межеров одним из лучших поэтов Второй половины 20 века. Это несомненно, по-моему. А вот, у меня получилось интересно. Я книжку Межерова купил безо всякой наводки. Был еще тогда юн, глуп, необразован. Вот, и купил я, просто листая книжки в лотке, Вот тогда в книжных магазинах стояли такие лотки, Можно было перебирать книжки. И вот я увидел книжку некоего Межерова «Тишайший снегопад». И сразу обалдела. То есть я ее сразу купил в трех экземплярах, Чтобы подарить своим друзьям. У меня не было сомнений после прочтения, Ну, буквально нескольких стихотворений, «Одиночество гонит меня», Тот же «Тишайший снегопад», Ну, «Колпина», безусловно. В общем, короче говоря, Вот такое было мое с ним заочное знакомство. Я всегда очень хотел показать ему свои стихи. Меня очень интересовало мнение этого, Безусловно, потрясающе умного и проницательного человека. И вот, наконец, это случилось. Причем я только что выписался из больницы. И Межеров предложил встретиться в Переделкине. Вот, встретил меня на «Жигуленке». И повез даже еще не на свою тогда, А на съемную дачу. И мы четыре часа проговорили. За это время я понял, Насколько не образован, Насколько плохо по сравнению С Александром Петровичем знаю Стихи чужие, Да и свои, в общем, тоже. И вот с этого началась наша Такая длинная, прекрасная дружба. Причем И Домой я к нему приезжал, И на даче его ночевал. Вот однажды, когда я ночевал на даче, Расскажу вот такой, На мой взгляд, забавный случай. Это буквально уже час ночи, А он Очень плохо спал. То есть почти не спал. И То, что в час ночи Стук в дверь, Это, в общем, вполне Нормально было. И слышу оттуда голос Евтушенко. «Ты смотрел вчера Альманах поэзия?» Он говорит, «Женя, ну а в чем дело?» «Ты понимаешь, что такое Полминуты экранного времени?» «Ты их промолчал. А что так Тебе важно Про свою внучку Рассказывать, кому она Интересна?» Вот, то есть, и входит Евтушенко, Громокипящий, И говорит, что Я только что, да, Здоровается со мной, Говорит, я только что Из белорусской пущи Белорусские крестьяне Его не поняли Вот После чего Говорит, а что ты читал? Что за ерунду ты читал? Позволь, Женя Ну, посмотри Да у тебя все есть распечатано, Я знаю И Александр Петрович Приносит стопку стихов И тут вот Яйца, курица, ущи Тут Значит Читает Евтушенко Стихотворение Передает мне И спрашивает Ну, где как? Я говорю, вроде ничего Вот А вот это как тебе? Да, по-моему Хорошо А это Я говорю, ну, вот это мне не очень там нравится Допустим Так Вот все это происходит Потом Евтушенко наконец уходит И Александр Петрович мне говорит А вот теперь я расскажу В чем состояла мистификация сегодняшнего вечера Я тут напрягаюсь Потому что я знал про его дар мистификации И вот Что только не предположить я мог Вот Он говорит Дело в том, что это не стихи Это Отрывки из поэмы Барматуха Тогда, по-моему, она еще называлась Проза в стихах Но в результате барматуха И Среди претензий, которые предъявил Евтушенко к его стихам Было такое Там Одно стихотворение И тратата в салонах и в гостинах Припляс рыдая Рыдала глаз не отвести Зовущая Цветаеву Марины Вся в миздиор В опале и в части А Беллу-то ты за что так Говорит Евтушенко В Белле есть Бог В Белле Бога нет Говорит мне Ну, в общем, это происходит Вот такая перепалка А потом Петрович, значит Доставая все Другую стопку Другую Говорит, это все вот Куски Из И еще главная претензия была А ты-то чем лучше Вот ты на Беллу тянешь А ты-то чем лучше И вот он достает Вот эти Эту поэмку уже целиком И там вот такие строчки Когда-то в салонах и в гостинах Припляс рыдала Глаз не отвести Зовущая Цветаеву Марины Вся в миздиор В опале и в части Но я виновней Ибо я первей Мне будет неспокойно И в могиле об этом вспоминать Кормять червей Ну он говорит А потом Женя скажет Что это я написал Под его влиянием Олег, я вас прошу Позвоните завтра Жене И скажите ему Что вот на самом деле Там строчки вот такие Я звоню Потому что она была Очень недовольна Очень недовольна Вот когда Он был недовольен Он так вот очки спускался Сюда маленькие Кругленькие такие Вот И Я прям приставил Хотя говорил с ним по телефону Как он спустил эти очки И говорит Ну ладно, ладно Ладно Саша бы и сам мог сказать Вот Вот такая была история Но чем она На мой взгляд интересно Тем что А самое опасное Это же Мелкие бандиты Шпана мелкая А Вся бормотуха Была собственно Направлена Против Вот тех Черносотенцев Мелких Которые Ну вам не Аксаков Не Ни Киревский Да Там Совсем Совсем Даже не Вот И И он В общем Побаивался Тогда Реакции На эту На эту Свою штуку При том Что Ну Это Было Накануне Вот этих Трагических Для него Событий И Именно Вот Эта Мелкая Черная Сотня Собственно И занималась Травлей Межерова Так что он Поэт-пророк Он угадал Он Это Причувствовал Ну и Чтобы вас Долго Я Боюсь Что я и так Затянул Вот Но Хочу Просчитать Одно Из Сотворений Памяти Памяти Моих Сотворений Памяти Межерова Эпиграф Из Неуэр А если Я и Вправду Заикаюсь И Как Моисей Заикался Он Но Только Пред той В кого Был Влюблен Поэзией Звали Шалаву И Ради Нее Беззаветно Врал И Смерть На Войне Контрамарку Врай Другим Уступил Как Славу Она Аш Улыбалась Ему Порой Это Казалось Несущей Игрой А знаком Любви Ответной И Ради Нее Себя Предавал Крапленые Карты Судьбе Сдавал И Сам Же Проигрывал Бедный Но Больше Никто Не Любил Ее Так Когда И Соперник Друг А не Враг Сынок Гармонии Блудный Хоть Поговорить С ним Можно О ней И Может быть Нет Никого Родней В земной Пустоте Многолюдной Спасибо В памяти Семена Гудзенко Александр Межеров Полумужчины Полудети На фронт Ушедшие Из школ Да мы Нежели На свете Наш Возраст В силу Не вошел Лишь Первую О жизни Фразу Успели Занести В тетрадь С войны Вернулись Мы И Сразу Заторопились Умирать Какая музыка Была Какая музыка Играла Когда и души И тела Война Проклятая Попрала Какая музыка Во всем Всем И для всех Не по ранжиру А силем Выстоим Спасем Ах Не до жиру Быть бы Живу Солдатом Голову Кружа Трехрядка Под накатом Бревен Была Нужней Для Блиндажа Чем Для Германии Бетховен И Через Всю Страну Струна Натянутая Трепетала Когда Проклятая Война И души И тела Топтала Стена Ли яростно На взрыт Одной Единой Страсти Ради На полустанке Инвалид И Шостакович В Ленинграде Нас здесь Достаточно Много Для этого Зала И Может быть То, что Я скажу Будет Не очень-то В новинку Но это Надо сказать Потому что Я один из тех Кого Межеров Действительно Успел Пригреть На какое-то время И сильно Помочь В жизни А некоторым Собственно Гресть Сформировать Эту самую Жизнь Мне кажется Чтобы Ежели Не моя Встреча С Александром Петровичем Да не кажется А совершенно точно Абсолютно Все сложилось По-другому Но Речь не обо мне А речь О нем И именно Поэтому Этот эпизод Я хочу Довести До вашего Сведения Жил я Действительно Очень далеко Был очень молод Но были уже Сложности С публикациями Готовилась Действительно Первая Моя книжечка Там В Владивостоке Трудно Она там Проходила Всячески Какие-то Рогатки Приехал Один Московский Поэт Я попросил Показать Эту книгу Межерову Он ее Привез в Москву Межеров Посмотрел И вот что Интересно Это наверное Вам действительно Будет интересно Что Я собственно говоря Ни о чем Его не просил Он прислал Сам по себе Огромное А он не любил Писать в прозе Огромный отзыв Об этой книге Часть которого Стала предисловием Этой книги И это Пардон А И это Это послужило Ну тем рычагом В результате Которого Книга вышла Да и в общем-то Я как Стихотворец Появился На свет Божий У меня Сохранилось Несколько писем Семь или восемь Александра Петровича Причем Мы переписывались Когда я уже жил В Москве Так складывались Наши отношения Я пытался Не Не напоминать Ему о себе Слишком Но по крайней мере В союз Я вступал С его помощью И опять-таки Были какие-то Странности В смысле Трудности При вступлении В союз Он ходил На Приемную комиссию Произносил Там какую-то речь Но был С собой Недоволен Написал Мне Что я зря Ходил И так далее Это опять-таки К тому Чтобы Не преувеличивать Степень моей близости К Александру Петровичу Но Но по крайней мере Вот все это было И было много другого О чем сейчас Не стоит Может быть И разговаривать Потому что Собственно говоря Речь Не о моих отношениях С ним А о том Что ему действительно Сто лет И И что Вот Сидят люди Помнят его И слава Богу Я думаю Что И Какие-то Те мероприятия Которые Прошли По Москве Я думаю Если они прошли Я правда не знаю Но вот Сказали что да Вот Слава Богу Слава Богу Я Здесь Для того Чтобы прочесть Парочку стихотворений Александра Петровича Чтобы вам показать Что именно Влекло меня к нему Мне кажется Что начал я его любить Со стихотворения Которое я сейчас прочту И оно было опубликовано В издании Под названием Неделя Здесь Люди В летах Они наверное помнят Это было приложение В газете Известия Вот такое было стихотворение Если я в чем-то сорвусь Прошу прощения Обескрылил Ослеп И обезголосил Мне искусство Больше не по плечу Жизнь Открой мне тайны Своих ремесел Быть причастным К таинству Я не хочу Да будут Взоры мои Чисты И невинны А руки Натружены Тяжелы И грубы Я люблю Черный хлеб Деревянные ложки И миски Из глины И леса Под резанью Где косами Косят Грибы Вот такое стихотворение Следующее Следующее Снег селябинских болот Падал наш соленый пот Прожигая до воды Заметенных пущих Бесконечные следы Впереди Идущих Муза Тоже там Жила Настоящая Живая С ней была Не тяжела Тишина Староживая Потому что Дни потерь На горючем Пепелище Пела чаще Чем теперь Вдохновенье И чище Были Битвы И бинты Были мы С войной На ты Всякие Видали Виды Я прошел По той Войне И она Прошла По мне Так что Мы с войною Квиты Ну Как я уже здесь говорил Я не один такой Я бы хотел Вот на что Показать Пальцем Не только ВЛК Где у него Учились люди Недостаточно Образованные В поэзии Но В конце концов Получившие Какое-то Образование Он Обнимал Очень многих Людей Из разных Областей Бытия И быта Я бы хотел Вас познакомить С двумя Стихотворениями Довольно Именитых Поэтов Разных Возрастов Первое Стихотворение Принадлежит Татьяне Бэк Я думаю Это одно Из лучших Стихотворений Посвященных Межреву У меня есть Тоже Стихотворение Ему Посвященное Но я умолчу Сегодня Я боюсь Его Просто угробить Я его не помню А вот это Стихотворение Я переписал Чтобы ознакомить вас Русский Пасынок В Нью-Йорке В маленьком Кафе Где мышь Смотрит На гостей Из норки Вот И финишная Тишь Вот И гордое Заввение Вдалеке От милых Зол Где Не ботают По фене А работают Как вол Где С лицом Небесной Лепки Спутавший Игру И гнев Без Замоскворецкой Кепки Он идет Окаменев В направлении Бродвея По девятой Авеню И Жалеть его Не смея В тайны Колокол Звоню Жребе Ловит Нас Арканом И Невозмутимо Сир Хмуро Дышит Океаном Юности Моей Кумир Замечательно Замечательно Так и говоря Слово Кумир Напомнило Мне О том Что Были еще Стихи Я например Помнил Стихи Анатолия Фриловского И Первая строчка Стихотворения Посвященного Межевого Как раз так и звучало Кумир Послевоенных Мус Были хорошие Стихи У Володи Леоновича Посвященные Тоже Межевого Хорошие Стихи У Рейна И так далее Но я вам Сегодня Прочту Местикотворение Которое Мне нравится Не потому Что я очень Люблю Коммунистическую Партию А потому Что Не очень А потому Что Это Стихотворение Мне кажется Одним Из лучших Автору Автора Этого Стихотворения Это Евгений Евтушенко Он Написал Эти Стихи Лет За Девять До Ухода Александра Петровича А Именно Нью-Йорк 94 Называется Стихотворение Автор Стихотворения Коммунисты Вперед Автор Стихотворения Коммунисты Вперед Не учил меня быть Коммунистом Он учил Меня Блоку И женщинам Картам Бильярду Бегам Он учил Не трясти Пустозвонным Стихом Как Манистам Но Ценил Как Глазков Звон Стаканов По Сталинским Кабакам Так То Московская Чернь Многомордая Алчащая Волчица Истерзала Клыками Пробитую Пулями Гитлера Плоть Няня Дуня Россия Твой мальчик Седой Фантазер Невезучий Подцепляет Пластмассовой Вилкой В Нью-Йорке Фастфуд Он В блокаде Опять Он Английский Никак Не изучит И во сне Его снова Фашистские Танки Ползут Неподдельные Люди Погибали В боях За поддельные Истины Оказалось Что Смертно Бессмертие Ваша Владимир Ильич Коммунисты Начальники Стали Начальниками Антикоммунистами А просто Коммунисты Подыхают В Рязани Или На Брайтон Бич Что же Делаешь Ты Мать И мачеха С нами Со всеми От словесной Войны Только шаг До гражданской Войны Россияне Сегодня Звучит Как рассеяние Мы Осколки Разломанные Нами Самими Страны Автор Стихотворения Коммунисты Вперед Мой Бесценный Учитель Раскрывает Простите За рифму Плохую Английский Самоучитель Он Грин-карт Получил Да вот Адреса Нет И за письмами Ходит На почту Лечит В бронксе На ладожском Льду Перемерзшую Почку А вы Знаете Он Никогда Не Умрет Автор Стихотворения Коммунисты Вперед Умирает Политика Не Умирает Поэзия Проза Вот что А не Политику Мы Называем Россия Народ В переулок Лебяжий Вернется Когда-нибудь В бронзе Из бронкса Автор Стихотворения Коммунисты Вперед Спасибо Спасибо Проснуться в осень И глядеть в окно Весной лёси Это всё равно Лишь только Мимо Всюду И всегда В порывах Дымом Чались Поезда А лучше Нету Доли Кочевой По белу Свету В тряской Грузовой Чтоб Ливень Воя Потом Тяжело На ветер Воя Мокрое Стекло Я жил Собой И всеми Вами Жил Бросался В бой И плакал В могиле А время Шло Мужая И Борясь И на стекло Отбрасывало Грязь Я рукавом Стирал Её Во мгле На Ветровом Исхлёстанном Стекле Я так люблю Дорогу Уснувать Прибав Рулем О Многу Забывать В Метель В Грозу Лишь Руку Подними Я Подвезу Бесплатно Чёрт Возьми Тебя Бесплатно Подвезти Клянусь Зато Обратно Больше Не вернусь Всегда Вдвоём Довольные Судьбой Мы Не даём Покоря Нам С тобой И Смотрят Двое Весело И Зло На Ветровое Грязное Стекло Зло Болевое Покоря Второй Ведом Мы Продолжение Продолжение Субтитры Субтитры М Oracle Субтитры О Субтитры За Третья Во Владимир перееду, в тихом доме поселюсь, Не опаздывать к обеду напоследок обучусь, Чтобы ты не огорчалась, чтобы ждать не приучалась, Буду вовремя всегда возвращаться отовсюду, И опаздывать не буду, и опаздывать не буду ни за что и никогда. Буду по церквам окрестным, утром папе руки мести, Ну а ты в театре местном будешь студию вести. Вводит на свечу собака, и из полуношного мрака Лавит в низкое окно, спит на улице темно. Далеко еще до света, не допета песня эта, Много воска у свечи во Владимирской ночи. Как ты спишь, о, как ты дышишь, Я люблю тебя, ты слышишь, я люблю, пока живу, Почему ты мне не пишешь, почему ты мне не пишешь, Из Владимира в Москву. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Какая музыка была, какая музыка играла, Когда и души, и тела война проклятая попрала. Какая музыка во всем, всем и для всех не по ранжиру, А силем, выстоем, спасем, ах, не до жиру, быть бы живу. Солдатам головы кружа, трехрядка под накатом бревен Была нужнее для блиндажа, чем для Германии и Бетховен. И через всю страну струна натянутая трепетала, Когда проклятая война и души, и тела топтала. Стенали яростно, на взрыд одной единой страсти ради На полустанке инвалид и Шостакович в Ленинграде. Здравствуйте! В эфире интеллектуальная программа «Игра в бисер». Я прочитал стихи, которые, я думаю, очень многим знакомы, памятны и любимы. Это стихотворение Александра Межерова «Музыка». Вот о его стихах, о его поэзии мы будем сегодня говорить в следующем составе. Ну что сказать? Все мы любим Межерова. Ну вот представьте себе, чтобы этого звука не было бы в русской поэзии. Насколько бы она была беднее. Вот его звук ни с чем не спутаешь. Ни с чем не спутаешь. И что есть этот звук? Как можно опознать Межерова? Вот по каким родовым признакам мы сразу говорим, что это не Левитанский, не Слуцкий, а именно Межеров? Для меня лично, вот я его запоминаю, вот такие вот протяжки его. Например, «Милиционеры не зевайте, поскорей свисток пускайте в ход, Переходят бар, а на Ускайте улицу не там, где переход». Или вот замечательные стихи. И потому, однажды вспомнив это, мы будем пить у шумного стола За балерину из кардебалета, которая пожизненно свела. Вот это, это строй Межеровской речи. Вообще вот, казалось бы, второстепенное стихотворение, «В каком ущелье? На какой лозе? Возрос коньяк, что стоит 8 гривен? Ну что ж, поговорим о Корбюзье. Да-да, конечно, я консервативен». Вот сочетание интонации разговорной с высокой. Вот стихи очень высокого артистизма. А у него же есть замечательные стихи, посвященные отцу. «По вечерам с дремотой, борясь, что было сил. Живи, учись, работай, отец меня просил». И дальше, значит, «Болею, губы сохнут над своей бедой, Бессонницей согнут отец немолодой. В подвале наркомата, в столовой ИТР Он прячет воровато пирожные эклер. Несет готинец к чаю для сына своего, А я не замечаю, не вижу ничего. По окружному мосту, крохочет поезда, В шинелку не порос, одет он всегда». Вот как это все сдвинуто, понимаете? Вот образ отца и детства, и мальчик, которые уезжают на фронт. «Я жил в морозной шире, закутанной в снега. Меня писать учили просто трек «Гага». Ушел на войну почти с школьником. Воевал, был ранен дважды. Помните стихи в Саратове? Меня недолечили там. Был дважды ранен, тяжелок контужен, демобилизован в 44-м году. Воевал в Синяминских болотах, под Ленинградом. Нефрит у него был, окопный нефрит, от чего, кстати, он и умер. Закончил литературный институт. Сравнительно рано он начал печататься по сравнению с другими. 47-й год, первая книга. Антокольский, кстати, помог ему эту книгу издать. «Дорога далека». Потом, значит, книги 60-х, 70-х годов. «Успех литературный». Вот Евгений Александрович издал в 2006 году, еще при жизни Межерова, издал эту книгу. Наиболее полную, по-моему, из его избранной. И вот, и потом уже 9-й год он умирает. Когда привезли его прах из Нью-Йорка, привезли на Переделкино. Вот я был на этом, в семейную могилу. Там у них какая-то семейная могила. Бабушка. Бабушка там, да. И мы эту урну опустили вот там на кладбище Переделкинском. Он вернулся на родину уже в виде, так сказать, праха. А вот мы говорим о внешних как бы признать. Откуда это все идет? Он же принадлежит к военному поколению. К одному из лучших поэтов. Хотя он признавал первенство Слуцкого. Сам говорил, что Слуцкий вот первый поэт нашего поколения. Вот источник его поэзии. Вот у Винокурова есть такая строчка. «Рыдание, пришедшее ко мне, был первый повод к появлению слова». Для Межерова что было первотолчком его поэзии, скажем так? Он сам говорил боль. Тоже боль. Говорил боль. Боль и звук. Да. А ведь, смотрите, вот этот мотив «С отвращением читая жизнь», он же о своей жизни говорит не то, что «С отвращением», но он недоволен своей жизнью. Ну, у него этот девиз. Это строчки. У него, смотрите, строчки какие. «Темная, угрюмая, упрямая, в крифе в кость истерзанная сплошь, что ж ты надрываешься, душа моя, творчеством заняться не даешь». То есть, вот, как бы, жизнь, которая его не устраивала по причине, ну, что ли, он читал её неполной. Хотя успех же был, был успех, была слава. Вот я прочту всю историю. «С поэзией родной наедине всю жизнь в свободном прожил я в неволе. Никитина стихи прочтите мне, стихи Ивана Савича о поле. Кто я такой? Секрета в этом нет. И уж теперь тем более не тайна, что я несостоявшийся поэт. Поэт, состоявшийся случайно. Ну, кто так мог о себе сказать вообще? Так жестоко и несправедливо, кстати. Что интересно, но Мерера почти не было в самоздате. За исключением, может быть, знаете, у него были стихи, они ходили по рукам, я не знаю. «Вы, хамы, обезглавив храмы своей же собственной страны, вступили в общество охраны великорусской старины». Мощно. И второе было, оно было напечатано, в журнале его прощал. Это он читал только своим. Очень, очень своим. А вот второе было напечатано при советской власти. Знаете, какое? «Строим, строим города сказочного роста, а бывало ли ты когда человеком просто, все долбим, 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 свая забиваем, а бывало ли ты любим и не забываем». Помните, он писал, что когда там поэт уходит, останется одно стихотворение. Даже окончательно умру, останется одно стихотворение. Останется одно стихотворение. Про себя сказал. Он имел в виду, конечно, коммунистов вперед. Ведь это тоже, вот Сидоров сказал правильно в свое время, Женя, что это молитва. Это не просто публицистика такая, это тоже молитва. А вот смотрите, я не знаю, в каком году это написано, в Америке или здесь. «Может Родина сына обидеть или даже камнями побить. Можно Родину возненавидеть, невозможно ее разлюбить». Иллюстрации в стихе прочитаны хотя бы две страфы. «Жгли мосты на дорогах от Бреста к Москве, Шли солдаты, от беженцев взгляд отводя, И на башнях, закопанных в пашне КВ, Высыхали тяжелые капли дождя, И без кожуха из сталинградских квартир Бил Максим и родимцев ощупывал лед, И тогда еле слышно сказал командир, Коммунисты вперед, коммунисты вперед». То есть, конечно, на гибель. Абсолютно. Это надо идеологическое стихотворение. Это не идеология, скажем, коммунизма, Это самоощущение нации. Вот это могу сказать. Откровенно говоря, среди тех стихов Мне больше нравится, лично мне. «Пули, которые посланы мои, не возвращаются из полета, Очереди пулемета режут под корень траву, Я лежу, положив голову на Синявинские болота, А ноги мои упираются в ладо двойневу». Вот это да! А вообще всегда поражало его знание поэзии. И паразитное знание. Причем он же дружил со всеми поколениями. Он очень трогательно относился к Палу Григорьевичу Антокольскому, Который был его учителем. И однажды, я помню такой, Значит, мы встречаемся около университета, Он говорит, «Игорь, помирите меня с Пал Григорьевичем!» Я не знаю, в чем было дело, но он переживал Какая-то там была размолвка у них. «Помирите меня с Пал Григорьевичем!» И знал его наизусть всего. «Я помню, у тебя на даче, Это был год, когда вышел синий том Мандельштама. Приходит Межеров и говорит…» «В 74-й год, значит. Мы сидим у тебя на даче, А ему не достался экземпляр. Лавки писателя выдавали там по списку. Он говорит, «Женя, делай что хочешь, Употреби все свое могущество, Но ты должен мне этот экземпляр достать!» Говорит Межеров. То есть ему это было важно, Как вот эти стихи прочитать и иметь. Это с предисловием Димши. Как все это помнится. Это помнится. Боря того, я никогда не забуду, Вот его дача в Переделкино И второй этаж с огромным бильярдным столом. Ведь он же был председателем Союза бильярдистов России. Вот он был человек очень азартный. Я хотел прочитать стихи послевоенные Одну из лучших его сих пор и прочти. Я обожаю эту историю. С присущим тебе умением. «Нам котел камень, И нынче служат миски. Мы обживаем этот мир земной, И почему-то проживаем в Минске, И осень хочет сделаться зимой. Друг друга с оперетту знакомят, И грустно смотрят капитан Луконин. Поклонником я был, мне страшно было. Актрисы раскрыли всю мохорку, Шел дождь. Он пробирался на галерку И первого любовника знобило. Мы жили в Минске муторно и звонко. Мы пили спирт, водой не разбавляя. Над нами верховодила девчонка Беспутная, Отчаянная, злая, Гуляя с ней по городскому саду. К друг другу мы ее не ревновали, Размазывая темную помаду. По очереди гугу целовали. Наш бедный стол всегда бывало прятен, И, вероятно, только потому, Что чистый спирт не оставляет прятен, Так воздадим же должное ему. Еще война бандеровской гранатой Влетала в незакрытое окно, А где-то рядом на постели с мятой Спала девчонка нежно и грешно. Она недолго верность нам хранила, Поцеловала, встала и ушла, Но перед этим что-то объяснила. И в чем-то разобраться помогла, Как раненых выносит с поля боя Веселая сестра из-под огня, Так из войны, пожертвовав собою, Она в то утро вынесла меня. И потому, однажды, вспомнив это, Мы станем пить у шумного стола За балерину из кардебелета, Которая по жизни нас учила. Но я сейчас прочитаю последнее, В заключение стихотворение Межерова Немножко для него необычное, Но очень тоже межеровское, Посвященное внучке. Аминь. Да. Анна, друг мой, маленькое чудо, У любви так мало слов, Хорошо, что ты еще покуда И шести не прожила годов. Мы идем с тобой мимо-мимо Ужасов земли всегда вдвоем, И тебе приятно быть любимой Старым стариком. Ты туда, а я уже оттуда, И другой дороги нет, Ты еще не прожила покуда Предвоенных лет. Анна, друг мой, на плечах усталых, На моих плечах, На аэродромах, вокзалах, И в очередях. Я несу тебя, не опуская, Через предстоящую войну, Постоянно в сердце ощущая Счастье и вину. Стихи 78-го года. Ну что, вот мы сегодня Еще раз как бы объяснили Своей любви к Межерову. Нельзя сказать, что мы его обсудили. Что его обсуждать? Объяснили своей любви к Межерову, Постарались как-то донести До зрителя эту любовь, И в надежде, что он эту любовь С нами разделит рано или поздно. Когда-то из коверков слог, В изяществе не видя проку, Он создал новый монолог О возвращении к истоку. И так мы прощаемся. Я приобрел вертикальную стену, И за сходную цену Подержанный реквизит. Ботфорты и бриджи Через неделю надену, И ветер движения Меня до костей просквозит. Я победил! Колесо моего мотоцикла Не забуксует на треке И со стены не свернет. Боль в моем сердце Понемногу утихла, Я перестал заикаться, Гримасами не искажается рот. Вопрос пробуждения совести Заслуживает романа, Но я ни романа, ни повести Об этом не напишу. Руль мотоцикла Кривые рога индиана В правой руке успевший Привыкнуть к карандашу, А левой прощаюсь, машу. Я больше не буду присутствовать На ваших обедах, Которые вы задавали в мою честь. Я больше не стану Вашего хлеба есть. Об этом я и хотел сказать Напоследок. Ну и так далее. АПЛОДИСМЕНТЫ Работа, хотя и к низу головой, О, вертикальная стена, Круг новой дантовского ада, Мое спасенье и отрада, Ты все вернула мне сполна. Наш номер ложный, Ну так что ж, Центростремительная сила Моих колес не победила, От стенки их не оторвешь, От стенки их не оторвешь. По совместительству К несчастью Я замещаю за флит частью. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Петрович Межеров Как-то вот надо соединить очень многое. Ну, по порядку так. На радио была передача, То есть был лид вещания И замечательная женщина-редактор Пригласила меня читать Межерова. Я вернулся домой, И домашние удивились, Что я, значит, со следами слез. Это... Я сорок минут читал Межерова, Одновременно знакомясь с ним. Вот так читал, И так я прожил. Это было больше никогда. Это единственный случай в жизни, Когда я пропитался всем тем, Чего литература веда никогда не расскажет. И финал был вот это страшное стихотворение, Страшный путь на двадцатой твоей версте, Ничего не сулит он хорошего, Под моими ногами устало хрустеть, Ледяное, ломкое, крошево. Финал. Страшный путь на двадцатой версте, Как я мог идти, Шли навстречу из города сотни детей, Сотни детей замерзали во льду. Ленинградские дети на взорванном льду, Эту теплую смерть не могли оценить они сами, И глядели на падающую звезду непонимающими глазами. Мне в атаках ненадобно слово вперед, По каким бы нам не пройти огнем, У меня в глазах белый ладожский лед, Ленинградские дети лежат на льду. Это уже не поэзия, Это уже какая-то хирургическая история с моим сердцем. И все, я вернулся в театр на Даганке, Была какая-то репетиция, Потом меня позвали к телефону, Звонил Межеров, Он позвонил Дезику Самойлову, Взял мой телефон, Самойлов был очень близкий театру на Даганке, Член худсовета и так далее, Так же как Евгений Юрьевич был член худсовета Нашего старшего брата-современника. Спасибо, что он был. Ну вот, и все. И я где-то внизу у вахтера взял трубку И услышал вот этот голос Межерова, Который говорил так же четко и музыкально, Как он всегда читал о том, Что он услышал на радио. Ну и дальше хорошие слова. Осчастливил. Прошло каких-то несколько лет, И в семи четвертом году В клубе «Восток» в Ленинграде, Надеюсь кто-то, ну Андрей точно знает, Это клуб, который собирал антисоветчиков. Только так это не называлось. Это были барды. Слово «бард» можно было произнести, А что они все насквозь. Я помню. Сейчас говорят «диссиденты» Красивше, чем тогда называлось. Ну вот это было время, Когда уже вот-вот и вся страна будет наполнена Пламенными антисоветчиками. И сбудется то, что они хотят. Ну неважно. В общем, в данном случае В клубе «Восток» не барды, И Володя Высоцкий там часто выступал, И Галич там пел, И Ким, Висбор, всем. А это был вечер Евтушенко и Межерова. Я не мог прийти на тот вечер, Потому что был спектакль у меня. Это были гастроли театра на Даганке В 1974 году. Но через день Александр Моисеевич Володин, Который вместе с Кушнером Напросились на места в зале «Восток». И я им по блату так и быть. Эти места, значит, как-то вот сработал. И Володину ужасно понравилось все. Но Кушнер Евтушенко не произнес слова. Понятно. Он как раз в это время, наверное, Изображал кого-то из бормотухи здесь. Но поэт замечательный Кушнер, Однако ему хватило одного Межерова, Как он сказал. А Володин просто трепетал. Гениальный Володин. Говорил, что он впервые Был на таком необыкновенном, На такой исповеди стихотворной, То, что совершил Александр Петрович. На этих же гастролях Евтушенко От имени Александра Петровича Сообщил, что ему было бы хорошо, Если бы ты взял с собой Ваню Духовичного и Володю Высоцкого И пожаловал в гости к нам в «Асторию». Мы в гостинице «Астория» В очень хорошем, большом номере. У Евтушенко был какой-то сверххороший На втором этаже. А Межерову хватило первого. И состоялся вот этот вот разговор. Я видел, как для Межерова Было дорого, когда Володя что-то говорит. У него была... У них была дружба. У молодого Высоцкого И у взрослого Межерова. И это... Дальше это длилось. В данном случае В разгаре разговора И какой-то скромной выпивки Вдруг Высоцкий сказал «Астория Петрович, можно я сбегаю в гостиницу И гитару произнесу?» Межеров, как только Межеров мог сказать, ответил «Это было бы волшебно, Володя!» Вот так он разговаривал. Так, как нас учили читать стихи, «Чтобы каждый звук был слышен, потому что для поэтов беда, когда глотают, проглатывают или проборматывают их стихи и особенно гасят финалы строчек». Межеров однажды, уже будучи в Америке, сказал, что то ли он сам слышал от Анны Андреевны все-таки, то ли ему передали, что Ахматова сказала, я не люблю, когда актеры читают стихи. Потому что они исповедуют систему Станиславского. А стихи не исповедуют систему Станиславского. Стихи равны стихам. И читать стихи нужно монотонно. Это навсегда запомнил я. Монотон спасает чтение стихов. Вот в самом начале прозвучало первое стихотворение, как он сам говорил. «Тишайший снегопад, дверьми обидно хлопать». Мне очень интересно сопоставить это с другим стихотворением о другой зиме в Москве. С крестами или без крестов московских сорок сороков. Всю зиму ждали с неба, хоть горсть сухого снега, но таяла и таяла, как будто бы Италия. Не забелели купола, им небо снега не дало. Всю зиму оттепель была, зимы в ту зиму не было. Раз уж я назвал имя Высоцкого, то похвастаюсь. Мы сидели в одной гримерке и случилось такое признание взаимное. И мы начали соревноваться, кто больше знает стихов Межерова. Оказалось, для Володи это была бесценная дружба. В те 70-е годы у Высоцкого была влюбленность в два стихотворения. Сидел бы он сейчас здесь, он бы порадовался тому, что я это вспоминаю. Первое стихотворение – стихотворение шофера, как будто бы. На самом деле это стихотворение, когда было хрущевское время. Предо мной закрытый поворот, знаю, не возьмешь его на Бога. Поворот закрытый – это тот, за которым не видна дорога. Сбавил скорость, торможу, гужу, сам себе твержу, смотри, не мешкой. Этот поворот не мечен вешкой, он ведет к иному рубежу. Поворот закрытый – не прямая, но рассудку трезвому назло. Полный газ внезапно выжимаю, чтобы зад машины занесло. Где уж тут аварий опасаться, если в жизни все наоборот. Мне бы только в поворот вписаться, а теперь по Высоцкому. Мне бы только в поворот вписаться, в поворот, в закрытый поворот. АПЛОДИСМЕНТЫ Я успел сказать в Портленде, где нам повезло одинокого Межерова. Он был все время на телефонной связи с Лелей и с Зоей. Но был там один, это было какое-то санаторного типа здание, где находились пожилые люди. И познакомились с нашими друзьями. И Межеру было приятно, что вот эти люди, когда-то из Одессы, а теперь навсегда в Америке, что они его очень сильно полюбили и одалживали своим вниманием, помогали. Мы вспоминали Высоцкого и вспоминали второе стихотворение, которое любил Володя. Он хотел его все прочитать и вдруг забыл. Говорит, знаешь что, ты найди это стихотворение. У тебя же есть книжки, Александр Петрович? Есть стихотворение, где он поминает Иисуса Христа как сына плотника. Люди сентября. Мы люди сентября, мы опоздали На взморье Рижское к сезону в срок. На нас с деревьев листья опадали, Наш санаторий под дождями мог. Мы одиноко по аллеям ходим, Ведем беседы с ветром и дождем, Между собой знакомство не заводим, Сурово одиночество блюдем. На нас пижамы, ни того покроя, Ни тот фасон ботинок и рубах. Официантка нам несет второе С презрительной усмешкой на устах. Набравшись вдоволь светскости и силы, Допив до дна крепленое вино, Артельщики, завмаги, воротилы Вернулись на столешников давно. Французистые шляпки и береты Под вечер не спешат на рандеву. Соавторы известной оперетты Проехали на юг через Москву. Мигает маячок подслеповато, Невольный соглядатый наших дум, Уже скамейки пряжные куда-то Убрались чисто выскобленных дюн. И если к небу Рай прибит гвоздями, Наш санаторий, не жалея сил, Осенними и ржавыми дождями Сын плотника к земле приколотил. Нам санаторий мнится сущим раем, Который к побережью пригвожден. Мы люди сентября, мы отдыхаем. На Рижском взморье кончился сезон. Жарь гитара, жарь гитара, жарко, Барабанных перепонок жалко, Чтоб не полопались они. Открывают рот, как на войне При бомбежке или артобстреле. Не могу понять, по чьей вине Музыканты эти озверели. Ярко свет неоновый горит, И кому-то через стол кричит Кто-то, но не слышу оглушенный, И его не вижу самого, Яростно, как в операционной, Бьют со всех сторон в глаза плафоны, Не жалеют зрения моего. Молча пей, и на судьбу не сетуй, В ресторане подмосковном сетуй, Пей до дна, и наливай опять, И не вздумай веки разлеплять. Только вдруг, негаданно, нежданно, В ресторанном зале слишком рано, До закрытия минимум за час Смолкала оглушительная ария Электрогитары экстракласс, На электростанции авария, В ресторане сетунь свет погас, Свет погас, какая благодать, Еле слышно через стол шептать. В темноте посередине зала Три свечи буфетчица зажгла, И гитара тихо зазвучала Из неосвещенного угла. Свет погас, какая благодать! Чувствовать, что свет глаза не режет, И струна не исторгает, скрежет, А звучит, как надобно звучать, Не фальшивит ни единой нотой. Свет погас, какое волшебство! На электростанции чего-то, Что-то почему-то не того. Господи, продли минуты эти, Не отринь от чада благодать, Разреши ему при малом свете Образ и подобие осознать. Не зайди и волею наитья На цивилизованной Руси В ресторане Сетунь До закрытия Три свечных агарка Не гаси! Браво! Браво, Лежова! Вот это два любимых стихотворения Высоцкого, я похвастался. И «Одиночество» не читали, да? Вот это точно. Ну, это любимое стихотворение, по-моему, Всех межеролюбов. «Одиночество гонит меня От порога к порогу В яркий сумрак огня Есть товарищи у меня Слава Богу, есть товарищи у меня Одиночество гонит меня На вокзалы, пропавшие воблой Улыбнется буфетчицей доброй, Усмехнется разбитым стаканом звеня Одиночество гонит меня В комбинированные вагоны Разговор затевает бессонный С головой накрывает, как заспанная простыня Одиночество гонит меня Я стою Ёлку в доме чужом наряжая Но не радует радость чужая Одинокую душу мою Я пою Одиночество гонит меня В путь дорогу В сумрак ночи и в сумерки дня Есть товарищи у меня Слава Богу, есть товарищи у меня АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну да, я не буду всё... Это гениальное стихотворение Серпухов Но самый финал, прочитаю, знаешь почему? Была встреча с Эрнстом Неизвестным в театре у нас Они дружили очень и с Женей, и с Андреем И вдруг я, тогда уже нахватавшись Межерова Я говорю, Эрнст, ты эмигрируешь? Да, он пришёл проститься Он улетал в Америку Я говорю, а что теперь будет в следующем томике Межерова? Значит, получается, что нельзя... Его гениальное стихотворение Серпухов Он говорит, гениальная правда Вень, Саша очень хороший поэт Без моего упоминания он вот так обойдётся Так решил неизвестный Но он... Межеров его так потрясающе зарифмовал Финал Серпухова А на Сретенке в клетушке В полутёмной мастерской Где на каменной подушке Спит Владимир Луговской Знаменитый скульптор Эрнст Неизвестный Неизвестный Глину месят День-деньской Не спит Не ест Руководство Мосха бесит Не даёт скучать В Москве Не даёт засохнуть Глини По какой-то там Из линии Слава Богу Мы в родстве Он прервёт свои исканья Когда я к нему приду И могильную плиту Няни Вырубит Из камня Ближе к Пасхе Дождь заладит Снег сойдёт Земля сядет Подмосковный Чернозём По весенней Глине Свежей По дороге Непроезжей Мы над гробья Повезём Ну так бей крылом Беда Над моей Весёлой Жизни И на ней Ясней Оттисней Образ няни Навсегда Родина моя Россия Няня Дуня Евдокия АПЛЕМЕННЫЙ АПЛЕМЕННЫЙ Племянницу мы зовём Лену Вы представляете, после какого актёра... Леночка, сейчас я без спроса у Сидорова прочитаю ещё одно стихотворение, маленькое. Стихотворение вот каково. «Мне посчастливилось знать и дружить с семьёй Лили Брик». И у Лилии Юрьевны в Переделкино мы продвигались по улице Павленко, отдыхая, всё такое. И я прочитал ей первую строчку. «Парк культуры и отдыха имени, совершенно не помню кого». Ой, Веня, это кто написал? Я говорю, вот тот, кто только что вам поклонился, проходил мимо Межеров и поклонился Лилии. Да, прочитайте. Можно я прочитаю? «Парк культуры и отдыха имени, совершенно не помню кого». В молодом неуверенном инии деревянные стенды кино. Жёстким ветром афиши обглоданы, возле кассы мучительно ждут. Все билеты действительно проданы. До начала пятнадцать минут, над кино, моросянка осенняя, в репродукторе хриплый романс. Весь кошмар моего положения в том, что это последний сеанс. Это Межер. Я совершенно не собиралась сегодня выступать и хотела посидеть в зале среди всех. И вот так как-то случайно получилось. Можно я его буду называть не Межеров, а дядю Шура, как я привыкла делать с рождения. Вот если вы обратили внимание на те фотографии, которые были в начале, там Дунечка держала в руках ребёнка. Вот это моя мама. А рядом сидел тощенький такой мальчик на три года старше моей мамы. Это вот как раз мой дядь Шура. Дуню я помню, хотя я была очень маленькая, когда её не стало. Но в школе я вот здесь так получила, что рассказываю что-то. Я могу какие-то внести немножко коррективы в ту информацию, которая есть о семье. Почему-то она как-то закрепилась. Семья Межеровых жила с 1924-1922 года, наверное, даже на Лебяжьем переулке. Это была коммунальная квартира. Значит, вот Лебяжий переулок, это Лебяжий переулок, но дом этот, как потом уже я выяснила, он не числился по Лебяжьему, а просто этот дом, который одной стороной выходил на Лебяжий переулок, и это был задний двор, а фасадом он выходил на набережную, на Кремлёвскую. И он числился по набережной, и его дом номер был один. А я потом думаю, а номер два, это, наверное, Кремль был. Вот, ну это так. Ровно напротив этого дома как раз и дом правительства. И он строился, и моя мама, и Шурик наблюдали, видимо, его строительство. Через большой каменный. Через большой, ну, собственно, каменный чуть-чуть левее получался от дома. Все, да, 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 да. Квартира была большая, коммунальная квартира, в которой было там 12 комнат. Жило очень много семей. Две комнаты были у бабушки, вот мамы Межерова и моя бабушка. Мы занимали две комнаты, считалось, что это очень хорошо. Да, такая была большая коммунальная кухня, был там один этот туалет на 25 человек. Все, все прелести коммунальной квартиры. Вот. И вот, когда я вспоминаю дядю Шуру, у меня, ну, 90% моих воспоминаний, они вот именно в Лебяжьем переулке. Потому что была жива бабушка, мама его. И он, конечно, потрясающий совершенно сын был и потрясающий брат. Я вот, просто для меня это какой-то образец отношений семейных. Вот я это увидела. Он очень часто приезжал к бабушке. Мне было, честно говоря, скучно, когда он приезжал. Ну, мне было там, может, 4, 5, 6 лет, потому что они уединялись. И он что-то читал. Мне было скучно. Бабушка слушала. Бабушка была первым человеком, видимо, которому он читал свои стихи. И она могла, безусловно, влияла на его поэзию, наверное. Я не знаю, на что именно, но то, что ее влияние было, это без сомнения. Бабушка была очень-очень грамотным, интеллигентным, эрудированным человеком. Она никогда почему-то, все говорят, что она была переводчиком или преподавателем немецкого языка. Никогда она не была преподавателем немецкого языка. Она занималась медицинской статистикой. А поскольку она получила классическое образование, она знала немецкий, она знала французский. И она, в общем, наверное, неплохо владела латынью. Ну, просто она нигде не могла быть применена тогда. И поэтому бабушка помогала в нашей коммунальной квартире, я это помню хорошо. Одна девочка училась там в 10 классе, она ей помогала с немецким языком, другая училась там в 8-м ей с французским помогали, потому что в разных школах были по-английски. Кстати, английский бабушка не знала, поэтому мне она, например, не могла помочь. Это бабушка наша общая Зоя Межеров. Вот Зою Межерову все знают, потому что она поэт. Я совершенно не далека и очень благодарна всем, кто сегодня пришел. Я очень много услышала приятного и о своем дяде. И очень здорово. Что еще я могу сказать? Вот есть какие-то яркие воспоминания детства, которые... Вот дядя Шор, конечно, он... Бабушке, наверное, было очень нелегко с ним, потому что он, наверное, рос и, ну, в общем, немножко так хулиганил. Потому что когда уже взрослый человек, был такой эпизод, я его очень хорошо запомнила. Наш Лебяжий переулок, а мы жили, у нас первый этаж, и окна довольно низкие, машин немного. Но тогда через Лебяжий переулок был выезд на Большой Каменный мост. И огни, звук машины, ну, они мешали, наверное, как-то. И вот дядя Шура как-то приехал на машине, привез знак, такой на вот такой палке, кирпич, и поставил в центре Лебяжьего переулка, так, чтобы никто не проезжал. Все, мы жили приблизительно, наверное, я не знаю, там, может быть, 2-3 недели, действительно, никто его не снимал. Да, вот, потом его убрали. Он его опять... Какая, да, да, да. Но никто не знал, кто поставил. Никто же не знал, что это Межеров поставил. Вот, бабушка переживала, но было тихо, у нас не было вот этих огней, которые там, значит, постоянно там среди ночи могли быть. Вот. Какие-то были воспоминания, вот, просто я сегодня услышала дезик. Я, например, очень долго думала, что дезик – это что-то такое, связанное с каким-то мотором. Вот что-то, вот почему-то у меня вот дезик, 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 дезик. И, да, Давид Самойлов. Мы жили на даче Клязьма, даче, он туда тоже, дядь Шур очень часто приезжал, потому что мы с бабушкой там были. И он мне как-то говорит, пойдем к дезику. Я так, ну, мне тоже лет 6, наверное, 5. Ну, пойдем к дезику. Оказывается, дезик – это Давид Самойлов и Ляля Фагельсон, его жена, и у нас там. Пойдем к Фагельсонам, пойдем в ту сторону, где живут фагельсоны. И меня, значит, приводили, я несколько раз там с ним была. Тоже они сидели на огромной какой-то террасе. Это потрясающий совершенно поселок, дачный Клязьмин. Он любил его очень. Он любил там на втором этаже дома, он работал. И мне давали какую-то конфету, я уходила в сад. Они там сидели часами, там уже мама меня могла забрать, потому что там дядь Шур забывал обо всем. И обо мне забывал, конечно. Вот. В общем, конечно, много теплых воспоминаний о детстве, о дяде Шуре. Я очень сожалею то, что когда я уже стала взрослым человеком, уже какие-то там свои жизни куда-то меня там все время, я куда-то бежала. И, к сожалению, мало его слушала, мало могла бы, конечно, больше общаться и больше получить от него. Но ощущение тепла, доброты, любви, и вот всего оно есть, осталось. И я очень-очень-очень часто его вспоминаю. Вот. И Лелечку. Спасибо. Спасибо вам всем, в первую очередь, кто пришел сегодня. Никто не ушел. Уже два часа мы здесь. Можем еще дочь. Спасибо всем, кто выступил. Кто помнит Мезерова за стенами этого маленького зала. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.